Мы продолжаем выпуск. Съемочная группа телеканала «Север» готовит серию документальных фильмов про Ненецкий округ. Съемки проводились зимой и весной, а сейчас группа вернулась из экспедиции по реке Белой. Какие тайны заповедных мест они узнали, смотрите в следующем сюжете. Каньон, большие ворота, каменный город, страна идолов и застывших ненецких богатырей. Болванская сопка – священное место для коренных народов. Сопка-болванка такая есть, оболванивает людей. Если там что-то, к примеру, не оставить, то можно заблудиться когда-нибудь. То есть там оставляют люди хоть конфетку, хоть крючок, спички, патроны, кое-что есть. Каменный город – страна духов. Громко разговаривать с уме здесь нельзя. Ругаться нельзя, ругательных слов говорить нельзя. Иначе что-нибудь может произойти, к примеру, по пути. Заповедный уголок окутан тайными и мифами. Белые останцы известняковых скал предстают то в виде сказочных персонажей, то в виде загадочных существ. Многочисленные пещеры и гроты дополняют таинственный мир каменного города. Три дня сплава по Белой оказались почти отдыхом по сравнению с зимней экспедицией. Она проходила в рамках полярной «Дыхание Арктики». Путешественники отправились на снегоходах к побережью Северного Ледовитого океана. Путь прошел через Тапседу, Сенгейский, Вельть, Индигу, Ваучейский, Коткино, Виску, Лабожское и Устье. То, что мы увидели там, вот эти ребята, которые со мной ехали в этом путешествии, так скажем, в таком экстремальной экспедиции, они очень поражались простором, который я им показал. Причем это белые просторы, снежные просторы. Погода меняется на дню несколько раз. И они увидели, что в этом краю, вроде как безмолвном, жизнь кипит. На Тапседе живет один Василий. На рубеже нашей Родины он делает свою работу. Пускай она нужна только ему. На Сенгейской метеостанции живут два человека и делают работу для всего мира. Смотритель маяка в Индиге. Может, этот маяк уже и не нужен никому. Но он старается поддерживать его. Ухаживает, сторожит. Все встречи с такими людьми вошли в сценарий фильма, который снимает Ненецкая телерадиокомпания. По заказу председателя Союза оленеводов Владислава Ваучейского. Фильм изначально задумывался мной, как показать тот мир, частью которой я являюсь. Той земли, на которой я родился. То, что идея пришла разбить на сезон, что он действительно сезонный, этот мир. Каждый сезон по-своему прекрасен. Я хочу показать красоты моего края, людей, которые в этом краю живут. Какой бы он ни был, суровый, холодный, дикий. Здесь живут люди. Люди и земля. Главное то, что здесь есть. Съемки осеннего сезона планируются в предгорьях Урала, озера Балбанты и на Пым-Вашоре. Всего планируется снять четыре документальных фильма. Надежда Литкова, Ольга Смирнова, Телеканал Север.